Как много вы знаете проектов, где внимание уделяют не только саму геймплею и отдельным его частям, но и к визуальной части игры. А именно, локации, где происходят действия игры. А это замки, дома, леса, обычный, казалось бы, на вид поляны, заснеженные горы, а самое главное это задний фон. Не просто задник залит одним цветом, а проработаны так, что в уме начинаются расчеты, сколько нужно людей и времени, чтобы такая игра вышла хотя бы в этом столетии. Ну или хотя бы в этом десятилетии. Одну игру я уже точно могу назвать, которая включает в себя все эти критерии. Трайн 4. Ну надо же, вышла уже четвертая часть этой игры. Давайте сразу зададим некоторые условия, что я не буду напрямую сравнивать данную часть игры с предыдущими. И не потому, что я в них не играл, а потому, что я и вправду в них не играл. Ну разве что в первую часть, немного во вторую и вот такую капельку в третью. Ой дурак. Ну вы же понимаете, что все это не в счет. Хотя в обзоре не обойдется и без, как и в предыдущих частях, а это уже было и тому подобное. А сегодня будет плеваться в микрофон Ever Old и это обзор на четвертую часть такой игры как Трайн. Итак, для тех, кто до сих пор сидит на печках, объясняю, что если скретить жанры платформер и головоломки, то в результате получится Трайн, где мы ходим в одной плоскости и стараемся решать те самые головоломки. И по сути, любая часть игры не сильно-то отличалась друг от друга. Чуток разве что менялись механики игры. Ну и понятное дело, что графика становилась лучше. А так, то даже персонажи не менялись с первой части. Ну, разве что в четвертой части теперь мы учим волчар жизни, а не деремся с нежитью. Но про это чуть позже. Итак, для начала игра знакомит нас с действующими персонажами, которые сперва должны объединиться в одну команду. Для начала нам показывают Элайджа Вуда, который играет волшебника Мадея, который в один прекрасный день решил пройти проверить почту. Мол, что-нибудь и пришло. Ах, черт, здесь мы снова. Как не наши герои. Но вскоре оказывается, что у принца есть сила тьмы, которая так и стремится наружу. И из-за последующей череды событий, нашим ребятам придется еще и мир спасать. После того, как наши давние друзья встречаются, начинается главная часть игры. А если быть точнее, начинают появляться настоящие испытания на пути героев. И чтобы пройти эти головоломки, нередко героям придется объединять свои усилия на достижение цели. И поначалу все будет легко. Оно и верно. Ведь сначала героям далеко не все способности будут открыты. В игре присутствует прокачка персонажей. Некоторые способности будут покупаться за эликсиры, которые вы будете находить на своем пути. А нужные способности будут вам открываться за само прохождение игры. То есть там, где эта способность должна появиться. Хотя в игре это реализовано странно. Мол, за побежденных врагов дается опыт. И благодаря этому опыту вы получаете необходимые усиления. Но суть не в этом. Чем дальше вы проходите по сюжету, тем сложнее будут головоломки. Причем были моменты, когда я просто проседал в местах, потому что забывал про некоторые механики игры. Но это было уже в конце. А так в игре предостаточно этих самых механик. Заморозка воды, взаимодействие с лучами света, с электричеством. Надо использовать веревки. Да тут перечислять и перечислять. А теперь представьте, что это все будет комбинироваться между собой. И не часто будет. Ладно, и так сойдет. Главное уже это пройти. Но есть несколько небольших, а может и больших НО. Волшебник вносит дисбаланс. Нибака фича. Причем я точно знаю, что это было и в предыдущих частях. Просто покажу пример. Но тут можно понять разработчиков. А можно и не понять. Может быть технически это трудно зафиксить. Или даже невозможно. Поэтому приходится оставлять эту некую способность, скажем так. Просто тут есть места, в которые можно попасть, используя только такую фичу. Да если честно, некоторые испытания проходятся на скорость ваших действий, чем просто на логику. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Возможно, просто я так догадался сделать. А чистое решение было совсем другим. А еще были моменты, от которых просто пригорало. Это случалось либо из-за сложности, или из-за того, что я такой тупой. Вот, кстати, это часть уровня. Секреты. Каждый уровень будет напичкан секретами. Некоторые легко раскусить. Некоторые только случайно. Или вам неведомая сила подскажет. Есть места, где просто дают вам большой эликсир. А на других есть и отдельные головоломки. Которые сложнее, чем на основном пути. Пройдя их, вы получите или сокровища, или часть одного предмета. Или доведется прочесть письмо, адресованное нашим героям. Сокровища нужны для коллекции. Да, просто для коллекции. А собрав весь предмет по кусочкам, он или за место него на главном экране будут появляться новые декорации. А письма иногда приводят к смешным репликам персонажей. Да и на всем пути наши приключенцы будут общаться между собой и выдавать неплохие фразочки. Мир игры очень живописный и прорисованный до мелочей. От места действия до заднего фона. Замок, лес, даже болото вы вправду попадаете в сказку. Правильный свет, декорации, что-то летает, что-то движется. Белка пробежала мимо кошки, идут домой. Кот лежит педрила мордатый. Работы сделано много и она сделана правильно. И ты не столько хочешь пройти заново миссию, чтобы собрать пропущенные сокровища, сколько еще раз насладиться этой красотой в игре. И может благодаря этим краскам и спокойной, нет, правильной музыке тебе становится легко на душе. Я только сейчас понял, что игра не напрягала меня, даже когда застревал на одном месте. Кроме пару заданий, ух, печет. Даже не так сильно напрягался от сражений в игре, где враги это порождение страха у принца или каких-либо персонажей, которые также революционируют, эволюционируют в игре. Количество сражений с боссами и на одной руке можно пересчитать. Сделаны неплохо, но легкие. Где-то требуется скорость, где-то надо немного подумать, но обычно и то и другое. А вот последний босс, это тупо маха, здесь стало обидно. А еще помимо самого принца, можно встретить и потешных зворушек. Например, тюлень. Офигенный тюлень. Он вот просто лежит и все. Он даже не прочь поиграть с какими-то предметами. Но взгляд у него такой, что он как бы и не осуждает, но ты ему должен. А еще можно встретить Михаила, ну прям, ну смотришь ты на него, а, потешный, а. А как от врагов-то прячется. А еще, когда будете ходить по карте, там где можно выбирать миссии, можно уже спойлеров хватануть. Как здесь, например. Ну кто же будет на этом уровне? Еще есть ежик, очевидно психанул после уток. И другие неведомые сказочные существа. Время подводить итоги. Трайн 4 и вправду достойная внимания игра. Интересные головоломки, приятные глазу ландшафты. Так как я не графонорожденный, то сам графон для меня был на уровне. Еще когда вы будете его менять, можете наблюдать, как текстурки подгружаются в самой игре. Баги в игре были. Текстурный баг был обнаружен только на уровне сон собаки во сне принца, или как он там называется. Кстати, неожиданный и случайный уровень для меня. А если будет с кем играть по сети, то ваше прохождение будет еще веселее. Ну, я так думаю. Оценочка, оценка от синюшенькой игры. Сказка, приключения, головоломки, сражения. Элайджа Вуд сходил за письмом, а там не посылка с Алиэкспресс. Так пришлось еще и мир спасать. Благо, троица наша справилась с заданием на 4.7 из 5. С вами был Old Ever Ever Roll. И соберите все предметы в игре, чтобы посмотреть, что будет в итоге в этом главном меню. Божечки ты мой. А то, если честно, самому интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok